Вот уже более 20 лет сотрудники Центра Русской Народной Культуры ЛАД ездят в фольклорные этнографические экспедиции, изучают праздники и повседневный быт наших предков, изучают ремесленные традиции Шадринского края. В этой рубрике мы хотим рассказать вам об интересных обычаях и обрядах, которые мы смогли записать, о интересных предметах, которые встретились нам и сегодня почти совсем исчезли из повседневной нашей жизни в связи с развитием технологий, дать вам услышать старинные песни, которые нам удалось записать в ходе наших экспедиций. Одна из целей наших экспедиций – это собирание фольклора, быличек, частушек, загадок, песен. Сегодня во многих селах существует песенные коллективы, в репертуар которых входит народная песня. Но, к сожалению, постепенно народные песни исчезают. Их заменяют популярные мелодии, песни местных авторов. Уходят из жизни и те, кто когда-то запомнил и пел эти песни вместе с родителями, бабушками и дедушками, не просто запоминая слова и мелодию, но и повторяя уникальную местную манеру исполнения. И сегодня речь пойдет об одном необычном песенном коллективе – коллективе мужской песни из села Неонилино. Село это расположено на левом берегу речки Ичкиной, примерно в 40 километрах к востоку от Шадринска. Когда-то у села было и другое название – Черемушино, из-за обилия в округе Черемухи. Вот и назвали свой коллектив его участники – Черемшанские Робята. Познакомились мы с этим коллективом, созданным Владимиром Харловым, в далеком 2002 году, когда и сделали первые записи их песен. Кто же эти черемшанские певцы? Запевалами были Владимир Юрьевич Харлов и Петр Фирсович Кузнецов. Виктор Киприянович Шароносов – гармонист. А остальные певцы – это Дмитрий Иванович Колесников, Василий Степанович Марамыгин, Анатолий Иванович Кондин и Борис Михайлович Будалин. Главным запевалой у черемшанских Робят был Петр Фирсович Кузнецов. Он также носил гордое звание хранителя слов, потому как знал наизусть, как он сам говорил, более 400 песен. Песни эти он помнил в детстве, когда в их доме по праздникам собиралась вся большая семья, звали гостей и во время застолья обязательно много пели. Именно его песни – солдатские и рекрутские, свадебные и плясовые – стали основой репертуара черемшанских Робят. Одна из изюминок репертуара – так называемые фулиганские частушки, которые традиционно исполнялись под драку и призваны были демонстрировать удаль, задор и бесстрашие исполнителей. Пройдем, прошу рабочий, Бережком пройдем пешком, Всех женатиков прирежем, Холостых прибьем стежком, Фулиган мальчишка я, Не любят девушки меня, Хоть любите, не любите, Ай, фулиганом буду я! С Дмитрием Ивановичем Колесником, 1931 года рождения, человеком энергичным, с боевым характером, с задором, прошедшим войну, мы встречались много раз. Он делился с нами не только своим пением, но и охотно вспоминал свои молодые годы, рассказывал о жизни, о нехитрых развлечениях своего детства. К примеру, при одной из встреч на Крестовско-Ивановской ярмарке он научил нас игре в шаровке, популярной некогда среди сельской детворы. Чем же так уникальны черемшанские ребята? Традиционные, именно мужской манерой пения, характерные для Зауральского края. Этот коллектив был желанным гостем на многих праздниках, фестивалях традиционной мужской культуры, в том числе на фестивале Михаила в день в городе Шадринске и на фестивале Дмитрия в день в городе Екатеринбурге. Записи их пения делали не только сотрудники Центра АЛАД, но и специалисты Свердловского областного дома фольфлёров, а Курганский областной центр народного творчества и кино включил мужскую манеру исполнения села Неонелинское в каталог объектов нематериального культурного наследия народов Зауралия. И напоследок я предлагаю вам послушать песню в исполнении мужского коллектива «Черемшанские ребята». Орёл, орёл, мой златок релый, где стей долго там летал, Летал далёко за горами Видел синие моря Там две девицы Красавейцы Красавейцы Вода Окошечком сидят Эй, во слезах Слава не моря Браю Борща горят Эй, во слезах Слава не моря Про любовь Борща горят Борща горят Борща горят Борща горят Борща горят